Я вас категорически приветствую на канале Мастер Викинг. Продолжаем играть в увлекательную, незабываемую игру Викинги. Сегодня я хочу протестить по многочисленным просьбам подписчиков, как работают, какая комбинация камней оптимальна на Эмессе, именно в свете появления новых апдейтов и поднятия уровней камней до уровня камней богов. Насколько они божественны, эти камни, насколько они играют, насколько они заменимы. Попробуем разобраться в данном вопросе. Поехали! Сегодня закончилась БК. Вернее, оно закончилось вчера, но результаты и празднования происходят именно сегодня. Значит, касаемо БК, у нас вот такая вот ситуация, которая, в принципе, была предсказуема, но ребята были, короче, планы у них были грандиозные. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Клепали они до тех пор, пока мы второй раз не открыли цитадель. Мы поставили шестую циту, шестую башню Одина, отчего были несказанные рады, вследствие чего даже заняли какое-то там 18 место в рейтинге таком. В истреблении мы, наверное, вот даже там третье место были одно время на первом. Короче, было весело, было весело, приняли, набрали вот столько очков, там, блин, что там еще? В битве кланов набрали мы вот столько очков, вот так вот мы закончили. Да ну нахуй! В общем, было весело, забавно и по-своему смешно. Но в какие-то моменты было и тревожно, да. Были моменты, когда мы получали подсрачник вот таким макаром. Кто это? Не подумав, не долюбив, не дострадав, я потерял своих кровно нажитых пеханоидов. Но в принципе, в целом, вообще, ребята, реально без всяких этих моментов. Вот единственное, хочу заметить вам, тактические просчеты не прощают стратегических, блин, косяков. Вот парниша из французского легиона с красивым поэтическим именем. Марфа Васильевна. Блин, никакой не парниша, ну ладно. Самое главное, что у нас не появилась маленькой тайны. Вот эта вот девчуля или кто там, короче, пытались они захватить МС, воевали с английским кланом, между собой рубились, перехватывали, но в это время... Абдулла, таможня дает добро... Я не спал, я просто ждал в засаде. И произошло вот такой нехитрый чек, бенч. Ну, естественно, здесь было, я называю это эпохальная битва на МС. В результате чего, в результате чего у ребят просто опустились руки. Они сначала, в принципе, обгоняли нас уверенно со счетом... Да что такое? Обгоняли нас уверенно со счетом 2-3, потому что мы циту отыграли, а вот эти три точки мы героически просрали. Но после того, как вот это число превысило допустимо поглощаемые нормы, и вот эта вот роковая десяточка, блин, зашла, прямо, так сказать, можно сказать, вырвал очко у десятерых товарищей. Капитан обязан выдирать очко, я сам яркий пример этому. Был из семьи, короче, блин, мрачная история, ребятки. Но, блин, тем не менее, это была победа. Обратите внимание на плюшки, которые сейчас даются. Они, блин, ну нифига себе. Ну, не то, чтобы нифига себе. Ну, нифига себе. Нифига себе, можно сказать. Ну, нормально. Я считаю, что для клана Лиги, блин, магистров вообще нормальная плюшка. Поэтому, ну, грех жаловаться. Так, смотрите, ребятки. Ну, будем делать простой, нехитрый тест. Вот у меня есть Е2 и Е4 с, вот с таким вот, вот с таким вот количеством камней. А именно, родонит богов, шпинель богов и опал богов. То есть, это те камни, которыми все почему-то сейчас вожделенно пользуются. Ага, кроме меня. Так, редактировать профиль. Что там, давайте сейчас мы отправим. Ну, давайте сыграем эту всю тему на, ну, на 1 миллионник. Традиционно, что там, что там, что там мелочится. Уберем вот это и сохраним, и сделаем это нехитрый чек на ЭМС. Так, и возьмем. Так, все, все хорошо. Рейн, короче, это все не роляет. Поехали, поехали крепиться. Крепитесь. Заграница нам поможет. Поехали крепиться. Значит, закидываем 1 миллион Т-третьих. Правильно? Блин, доверяй, но проверяй, как говорится. Да, Т-третьих. Отправляем 1 миллион Т-третьих. Все, мы забежали. И моя любимая, и моя любимая панда. Ну, давайте, наверное, соточкой будет бить, чтобы мы там не фанатели от бесконечных походов. Бам! Наносит удар. Так, стоп. Надо вот это все. Так, Юра, дай еды. Понятно, обязательно дам. Так, так. Отчеты. А где отчеты-то? Отчеты-то? А, вот она успела. У нас всегда нравится, мне нравится, что скорость прихода отчетов не соответствует ожиданию и желанию побыстрее его получить. Но, тем не менее, отчет он и в Африке отчет. Так, блин, пока вы смотрите, как я стираю ненужные отчеты. Все, есть. Значит, давайте будем это все дело старым дедовским моим способом фиксировать. Первый удар был родонит. Родонит упал в шпинель. Рож. Значит, воржи мы получили люлей не густо. Ну, да ладно. Два миллиона... Ой, 2135. Давайте посмотрим. Нет, давайте, наверное, как... Блин. Нет, давайте сделаем следующее. Давайте мы увеличим количество похода все-таки. Давайте-ка, потому что мы очень трудно, очень трудно за этим наблюдать. Я извиняюсь за этот небольшой казус. Давайте мы будем отправлять так же самый миллион. И чтобы видеть показатели удара... Правда, чтобы нас не вынесло. Это суровая... Суровая пандюха, блин. Нанесем тоже одним миллионом удар. Да? Миллион на миллион. Но она в спецуре, а мы без. Поэтому я думаю, что будет здесь равноценно понятный какой-то размен. Поэтому вот этот отчет мы удаляем. А вот этим отчетом мы будем и играться. Вот. Это уже более чем понятно, более чем считабельно и более чем... Значит, пишем... РОЖ. РОЖ. Миллионный. 85.724. Давайте попробуем. Смотрите, ситуация здесь такая. Почему этот тест вообще имеет место быть? Хотя уже... Да что ж такое? Только оно притупливает. Хотя меня беспокоит вот этот уронный камень, который дает защиту незначительное, но увеличивает урон. Если альтернатива этому камню и какую альтернативу можно подобрать этим камням для того, чтобы увеличить эффективность принятия ударов. Мы убираем... Мы убираем... Ага, да. Мы убираем. Мы сначала выходим из МСа. Да. Отзываемся. Да что ж так оно тупит, блин. Ладно. Мы выходим из МСа. Мы убираем родонит богов. Родонит богов. И вставляем. Давайте сделаем небольшие, нехитрые вариации. Первая вариация будет у нас, ну, к примеру, увеличивающая общее количество здоровья. Да. Вот. У нас общее количество здоровья. Нормально, логично, понятно и доступно. То есть у нас сейчас в данной ситуации есть три защитных камня. Опал богов, который увеличивает здоровье там при захвате, это ладно, при обороне крепостей, защита всех войск. Мы уже замечали, что камни богов работают лучше всего в защите башен. Шпинель богов, который дает нам защиту, так же самое эквивалентно. То есть классные камни. А вот здесь у нас рубин, который дает здоровье всех войск, защита всех войск, здоровье войск штурмов, здоровье войск при захвате. Короче, здоровья несколько больше. Сможем ли мы чем-то разнести его, сможем ли мы чем-то компенсировать и как бы улучшить в случае использования другого камня. Поэтому увеличиваем здоровье максимально и наносим точно такой же удар, состоящий из одного миллиона маленьких пандыняточек. Банч получили, да. Второй удар, давайте не будем смотреть, да. Второй удар у нас был, второй удар у нас был с рубином, да, рубин. Не будем открывать. Вот специально, хочу сохранить для себя интригу. Самому интересно. Поэтому теперь мы убираем, блин, выводим войска, почему? Ну, все, вот, понимаете, усталость, усталость, накопленная после битвы кланов, она непосильной ношей взвалилась на недостаточно окрепшие плечи игрока в игру викинги. Поэтому, так, рубин мы попробовали. Давайте попробуем теперь вставить турмалин, да. И опять же, ребята, прошу заметить мое замечание. У всех ситуация будет разная. Все зависит от теста. Это мое мнение. Вам нужно тестить показатели ваших, показатели ваших аккаунтов. На, ну, на пробитие, на удержание. Смотреть статы. Когда вы поймете свои статы, вы поймете, что у вас проседает, а что у вас, как бы, хорошо. Давайте нанесем и этот, и вот эти камни, нужно и добавлять. Чего не хватает, то и добавляйте. У кого чего болит, тот про то и говорит. Так, третий удар был у нас турмалин. Турмалин. Выводим, уже, видите, уже набитой рукой выводим турмалинцев. Так, убираем турмалин, убираем турмалин. И продолжаем, я все-таки настаиваю на продолжении банкета. Я требую продолжения банкета. Так, и вставляем сюда четвертый камень. Давайте мы поставим профильные камни. Профильный камень рубин. Ой, этот, рубелит. Который не менее жизнерадостный. Он увеличивает показатели защиты осадных войск. Несказанно. Плюс добавляет вот эти нюансы момента. Давайте все-таки посмотрим. Да что ж такое ты будешь делать, а? Фух, думал МС кто-то сбивает. Вот гадюки. Так, заводим. Давайте, поехал очередной миллион. И будем наносить точно такой же удар. Атака, миллион. Бам. Ну, я знаю, как бы, историю, которую мне предложат пересмотреть. Точки пробития. Не точки пробития. Простите, ребята. Блин. Ну, пока не совсем понимаю. Может, потому что тупой. А может быть и нет. Что это было? А, да, я вывел. Это был третий отчет. Был у нас на автомате вывел. Блин. Вот это, вот это мастерство не пропьешь. Уводим рубин. Извлекаем рубин. И заключительный тест. Так. Это был, вернее, турмалин. Турмалин. И заключительный тест. Мы увеличим здоровичко. Здоровичко. Вот. Вставили здоровичко. И заводим под креплением 1 миллион войсков. И наносим. Все так же. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Наносим. Еще один удар. Бам. Бам. Слава богу, что не пробило. И выводим. И теперь смотрим, господа. Смотрим. Было проведено 5 тестов. 5 ударов. Первый тест у нас был с ступа камнями богов. Подряд. Второй тест у нас был с рубином. С рубином. Так. При срубине. Оу. Видите. При срубине умерло 86, 184. Камни богов рулят. Пока. Смотрим дальше. Третий тест у нас был на... На, 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 на. На турмалине 86, 224. Еще больше сдохло. Показатели не очень, конечно, далеки друг от друга. Но все-таки. Четвертый тест. Четвертый тест это рубелит. Наш профильный камень. Вот какая польза от моей коровы. 85, 839, ребятки. То есть, если, если камни богов дали 85, 724, то рубелит дал 85, 839. На небольшое соточное количество, даже меньше соточки у нас ушло. Но камни богов продолжают рулить, господа. И заключительный тест, который мы проводили на Сердолике, там, или как он там называется, на здоровье. 85, 854. Господа, короче, подведем резюме. При любых раскладах, невзирая на что, что, камни богов, камни богов, в камнях богов присутствует урон, урон, они все равно лучше держат удар. Давайте, давайте шагну еще там по абрикосовой, блин, сверну на виноградную, да. Ну, вот, Сердолик мы убираем, убираем, да. И заведем сюда обратно камень богов. И, к примеру, ну, давайте в виде импровизации, давайте заведем, не, руну мы не хотели, не хотелось бы сегодня тестить. Давайте заведем любой из камней профильных, который самое большое увеличивает, допустим, мы убрали здоровье, да. Давайте добавим еще защиты, то есть у нас будет больше защиты, если, ну, вот так, да. То есть мы максимально увеличили защиту, оставив родонит богов, шпинель богов защита и рубелит защита и оставили камень богов родонит. И попробуем уже заключительный провести тест, чтобы уже просто вопросов больше не было и не было каких-то там переживаний, что ставить, какие там не ставить. Ребята, сейчас вот я, я уже предсказываю, предсказываю результат, предсказываю результат этого испытания. Сейчас, минуточку, сейчас, минуточку. У нас там героически сдохли, блин, войска панда, она готова и приходить на тесты со звездой, как говорил Филипп Педросович Педросов, блин. Так, ну, да ладно, Филипп Педрос с тобой. Так, ну ничего, все для науки, все для науки. Так, заводим. Хорошо, что это тест заключительный. так заводим 1 миллион войск вам вам и смотрим вам вам а фу блин ну ребятки тут такая ситуация пограничная оказалось 85 85 824 724 это рада нет богов а 85 семьсот девяносто восемь фактически на тоненьком вот эта комбинация камней из защитных и убивающих камней рада нет имеет большое при большое значение поэтому вывод такой короче давайте подведем резюме ребята в дефах в дефах крепостей нужно использовать камни богов я конечно понимаю что это не капитан очевидность даже не достойно даже капитана очевидности это просто адмирал ясен хотя при атаке если мы помним максимальная максимальный урон добивается если у вас все атакующие камни профильный камень на атаку профильный камень вернее атакующий камень общего назначения таафи и рада нет богов вот это пробитие будет максимальным но в защите как ни парадоксально рада нет богов имеет себе ну довольно таки ощутимое значение поэтому рада нет богов использовать в комбинации с камнями богов это маст хэв поэтому используйте камни богов для случаях дефа любых башен а также подписывайтесь на канал задавайте вопросы получаете ответы удовольствием буду делиться своими знаниями и опытом да прибудет с вами сила с вами я мастер да побольше вам зеленых отчетов